Я уже говорила о том, что то, что Юрий Александрович Фомин, что он Александрович, то есть сын Александра Александровича Фомина, тоже выяснилось совсем недавно. И это его ученическая работа на, не знаю, на каком курсе, на Академии художеств. Но вот здесь стоит дата 18 февраля 1916 года. И даже где-то здесь не видно, а вот, наверное, слева стоит римская цифра. Третий курс. Это либо третий курс, либо, как Кирилл Митчев сказал, что это оценка. Да нет, ну нет, конечно. Оценки не ставились, там номера были. Академия художников. Кто? Это Юрий Александрович. Ну, постановка как раз для третьего курса. А это рисунок Дмитрия. Это Юрия. Юрий Александрович. Да. Вот так. И под ним уже вот третий такой немножко кротесковый, тоже его работы, как писали наши деды. Ну, видимо, уже в более зрелом возрасте он это делал. Но еще до отъезда, до эмиграции из России после революции. В каком году точно это произошло, мы тоже не знаем. Вот. Но это вот то единственное, что осталось от него и что появится в нашем лете. Есть еще несколько книг с его автографом. В частности, вот этот книг. Это Игорь Аграбаря «Русские города». Ничего себе. Рассадники искусства. Вот. И здесь как раз его автограф Юрий Фомин. То есть видно по почерку то же самое, что и на его ученическом автографе. Это от Кирилла вышел? Нет, это у нас. У вас было, да? Потому что так уже у нас уже действует. А нижняя витрина? А просто вот посвящена. Нижняя витрина – это книги, посвященные творчеству Ивана Александровича Фомина. Какая роскошная книга. Мы хотели их показать. Обязательно. Наибольшее, насколько возможно, для наших площадей объемы. Ну что, можно дальше. Александр, дальше, наверное. Продолжение следует...